Бомбардировщик — военный самолёт, главной целью которого является поражение наземных, надводных и подземных целей при помощи ракетного и бомбового вооружения. Современные бомбардировщики оснащены многотонным боевым арсеналом, самонаводящимися ракетами и другим высокоточным вооружением. И сегодня мы поговорим о самых мощных, больших и смертоносных бомбардировщиках в мире. Ну что ж, погнали! Ту-95 — советский и российский турбовинтовой бомбардировщик-ракетоносец. Ту-95 — самый скоростной в мире самолёт с турбовинтовыми двигателями. Этот самолёт является советским символом обеспечения военно-стратегического паритета в Холодной войне. Он остаётся на службе как носитель крылатых ракет, благодаря более низкому расходу топлива, чем у реактивных самолётов. 30 июля 2010 года им установлен мировой рекорд беспосадочного полёта для самолётов такого класса. При этом за это время бомбардировщик пролетел около 30 тысяч километров над тремя океанами, четырежды дозаправившись в воздухе. Экипаж самолёта — 7 человек, длина — 46 метров, размах крыла — 50 метров, максимальная взлётная масса — 182 тонны, максимальная скорость — 860 километров в час, дальность полёта — 12 тысяч километров. Б-52 Американский стратегический бомбардировщик, стоящий на вооружении ВВС США с 1955 года. Этот самолёт пришёл на смену Б-36. На дозвуковой скорости на высотах до 15 километров он способен нести разные виды оружия, в том числе и ядерные. Основная задача, для которой Б-52 разрабатывался — доставить две термоядерные бомбы большой мощности до любой точки с СССР. Пройдя несколько качественных модернизаций, эта боевая машина и сегодня в строю. Самолёт с высокой дальностью и высотой полёта способен нести бомбовый заряд весом в 27 тонн. Впервые в мире на этом бомбардировщике появилась абсолютно герметичная кабина. Верхняя кабина невысокая, там сидят командир, второй пилот и оператор радиоэлектронной борьбы. Катапультируются они вверх. В нижней кабине сидят бомбардир и штурман. Они катапультируются вниз, если высота полёта не менее 76 метров. Длина самолёта — 49 метров. Размах крыла — 56 метров. Максимальная взлётная масса — 229 тонн. Максимальная скорость — 957 километров в час. Дальность полёта — 14 тысяч километров. Ту-22М. Советский дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Ту-22М предназначен для поражения целей по всему Евразийскому континенту и близлежащих морях. Недавно эти самолёты прошли модернизацию и получили совершенно новую бортовую электронику. Проведённая работа повысила возможности бомбардировщика в прорыве ПВО противника. Кроме того, одно из предназначений этого самолёта — уничтожение авианосцев. По техническим характеристикам машина значительно превосходит своих зарубежных аналогов. Основные конструктивные особенности самолёта заключаются в геометрической изменяемости крыла, в цельноповоротном стабилизаторе и вертикальном однокилевом оперении. Крыло состоит из поворотных консолей, которые могут принимать разные значения угла стреловидности в зависимости от скорости. Длина самолёта — 42 метра. Размах крыла — от 23 до 34 метров. Максимальная взлётная масса — 126 тонн. Максимальная скорость — 2300 км в час. Дальность полёта — 6800 км. Б-1 «Ланцер» — американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. В конструкции бомбардировщика использованы композитные материалы, снижающие эффективную площадь рассеяния. Из композитов изготовлены передние горизонтальные поверхности, кромки крыла, стабилизатора и воздухозаборников, а также створки бомболюков. Бомбардировщик Б-1 создавался в первую очередь как носитель ядерного оружия. По замыслу разработчиков, эта машина должна была заменить устаревший до звуковой Б-52. После окончания Холодной войны бомбардировщики Б-1 начали переоборудовать для применения обычных видов вооружения. Всего было построено более сотни самолётов разных модификаций. Длина самолёта 46 метров, размах крыла от 23 до 41 метра, максимальная взлётная масса 177 тонн, максимальная скорость 2100 км в час, дальность полёта 9800 км. Б-2 «Спирит» — американский тяжёлый малозаметный стратегический бомбардировщик. Это первый современный серийный тяжёлый самолёт со схемой «летающее крыло». Б-2 предназначен для прорыва плотной противовоздушной обороны и доставки обычного или ядерного оружия. Его проектировали по системе «Стелс», которая предполагала невидимость объекта для радаров противника. Этот бомбардировщик — самый дорогой самолёт за всю историю военной авиации. Его цена порядка 2 миллиардов долларов. У Б-2 отсутствует вертикальное оперение. Планер имеет скруглённую форму, нет никаких выступающих деталей. Двигатели, вооружение, топливные баки — всё это убрано внутрь корпуса. В конструкции самолёта широко применены композитные материалы. Корпус покрыт особым составом, а фонарь кабины пилотов покрыт тонким слоем золота, что помогает рассеивать сигналы радаров и защищает экипаж от светового излучения ядерного взрыва. Длина самолёта — 21 метр. Размах крыла — 52 метра. Максимальная взлётная масса — 171 тонна. Максимальная скорость — 1010 км в час. Дальность полёта — 11 тысяч километров. Ту-160 — самый крупный сверхзвуковой самолёт в истории военной авиации. Самолёт с изменяемой геометрией крыла. А также мощнейший и самый тяжёлый боевой самолёт в мире. На вооружении ВВС России стоит 16 таких самолётов, которые постепенно модернизируются. Изначально самолёт строился исключительно как ракетоносец — носитель крылатых ракет большой дальности с ядерной боевой головкой. Самолёт после соответствующего переоборудования может оснащаться также свободно падающими бомбами различного калибра, в том числе и ядерными, разовыми бомбовыми кассетами, морскими минами и другим вооружением. Высокие характеристики этого самолёта были подтверждены установлением 44-х мировых рекордов. В частности, с полезной нагрузкой в 30 тонн самолёт совершил полёт протяжённостью в 1000 км со скоростью 1720 км в час. Длина самолёта — 54 метра. Размах крыла — от 35 до 55 метров. Максимальная взлётная масса — 275 тонн. Максимальная скорость — 2200 км в час. Дальность полёта — 14000 км. На этом всё. Друзья, если вам было интересно, то не пожалейте лайка, а также подписывайтесь на канал, если вы этого ещё не сделали. Впереди много интересного. И не забывайте включать оповещение с помощью этого колокольчика, чтобы первыми узнавать о выходе новых видео. Ну а я прощаюсь с вами. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!